Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Исаии Иерусалимского. Обратимся к 33 главе. В 33 главе продолжается проповедь, но теперь она уже обращена не, собственно, к Иерусалиму, не к царю и вельможам Иерусалима, а к окрестным окружающим народам. Пророк, по-видимому, получает некоторые вопросы и даже, может быть, и противодействия со стороны окружающих, которые говорят о том, что вот эти народы поступают так, и ничего страшного, а вот эти еще и нас грабят и так далее. И вот поэтому он произносит несколько слов о судьбах этих окружающих народов. Смысл которых, собственно, заключается в том, что народы, которые грабят, будут, в конце концов, и сами ограблены. Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, грабитель, которого не грабили. Когда закончишь опустошение, будешь опустошен и ты. Вот, собственно, это основная мысль первой половины этой самой 33 главы. Пророк говорит о том, что это неизбежно, потому что судьбы народов повторяют, в сущности, то, что они сами делают с другими народами. Как ты поступаешь с другими, так и с тобой будут поступать. Вот так можно было бы сформулировать, так сказать, исторический взгляд и политический взгляд пророка. Очень близко к словам Христа, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Здесь вот то же самое. Как вы поступаете с другими, так будет и с вами. Так будут поступать и с вами. И если вы причиняете другим страдания и ужасы, то и вы тоже пойдете жертвами тех же самых страданий и ужасов. И вот здесь пророк молится и говорит, Господи, помилуй нас, потому что мы надеемся на Тебя. По-видимому, Иерусалиму тоже есть в чем каяться. Есть что-то, чью участь он разделяет, кто-то, кого он угнетал. Может быть. Но вот посреди этого всего, потому что цепочка справедливых воздаяния, она же может длиться бесконечно и приносить людям страдания бесконечно. Вот посреди всего этого пророк выходит в другое измерение, поднимает голову к небу и говорит, Ты, Господи, будь нашей мышцей, мы на Тебя надеемся, Ты будь нашим спасением в трудное время. И он славит Бога за то, что Бог наполнит Сион судом и правдой, снова правосудием, правосудием, то, что должно измениться для того, чтобы люди могли обрести это спасение. А без этого, говорит пророк, ну вот сильные кричат на улицах, послы горько плачут, и все становится похожим на пустыню. Во второй половине главы вот этот вопль о помиловании, вопль о том, чтобы Господь был защитой для людей, вот он переходит в своего рода снова апокалиптическое предсказание, о воздаянии, о действии, которые Бог будет совершать в ответ на молитву пророка. «Ныне я восстану, ныне поднимусь, ныне вознесусь», говорит Господь. И пророк здесь свидетельствует о том, что люди, вообще весь мир, все общества и все народы, это, как он замечательно говорит, дыхание ваше, огонь, который пожрет вас. Все мы до тех пор, пока существуем не в правде Божьей и не в поклонении Богу Израилеву, все мы горящий известь, срубленный терновник. И Господь говорит, «Слушайте дальнее, что я сделаю, и ближнее, познайте могущество мое». Вот для всех народов дается это откровение. «Кто из вас может жить при огне пожирающем?» То есть речь идет о том, что вот Бог восстал от места своего с мечом, с пламенем пожирающим. Идет так, что трепет овладел нечестивыми, и они в ужасе вопят. «Кто из нас может жить в этом огне поедающем?» А вот пророк дает ответ. «Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения и удерживает руки свои от взяток, затыкает уши, чтобы не слышать кровопролития». Удерживает руки свои от взяток. Ну вот удивительно, он раз за разом, казалось бы, в таком грандиозно-историческом масштабе все вокруг происходит, а он все к одному и тому же возвращается и снова говорит. «Когда Бог придет, как огонь поедающий, спасение и защита и помилование будут принадлежать тем, кто не пытается наживаться, притесняя беззащитных». И тогда тот остаток, те немногочисленные люди, которые удерживают руки свои от взяток, вот будут обитать на высотах, и глаза твои увидят царя в красоте его и увидят землю отдаленную. Ты будешь только вспоминать об ужасах. «Глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное». Вот снова это обещание, которое будет исполнено для остатка Израиля, для тех, кто хранит верность правде Божьей в такой, я бы сказал, сугубо социальной, нравственной сфере. И вот тогда Господь-судья наш, Господь-законодатель наш, Господь-царь наш, Он спасет нас. Говорится от лица тех, кто сохранили нравственную верность заповедям Божьим. И тогда, говорит Господь, народу, живущему там на Сеоне, будут отпущены, прощены согрешения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!